2005 год с точки зрения пенсионной реформы можно охарактеризовать достаточно позитивно, на мой взгляд. Сама пенсионная реформа продолжила свою жизнь, свое развитие и еще целый ряд наших соотечественников приняли для себя серьезные решения и перешли в управляющие компании, в них государственные пенсионные фонды. И мне хочется верить, что их решения были более осознанны, чем тех первопроходцев, которые принимали свои решения в 2004 году. Некоторые граждане вернулись из частных компаний в государственные пенсионные фонды, в государственную управляющую компанию. Главное, чтобы люди делали все это осознанно, потому что на самом деле у людей появляется достаточно широкий выбор, и этот выбор, по-моему, нельзя у людей отнимать. Люди должны самостоятельно принимать решения о том, какое у них будет будущее. Росли пенсионные фонды, росло количество участников. К сожалению, дополнительными пенсионными программами занимаются нас пока немногие. Но вот это тот негатив, который, на мой взгляд, я надеюсь, начнет ломаться уже с 2006 года, так как все-таки люди начнут узнавать у своих коллег, у своих сослуживцев, у своих соседей, тех, кто уже в негосударственных пенсионных фондах копит деньги дополнительно себе на старость, что, в принципе, эти деньги не пропали, что они прирастают очень эффективно, что при необходимости по ним их можно забрать в случае каких-то серьезных жизненных трудностей, и они выплачиваются полностью без задержек, со всеми инвестиционными приростами, которые обещались. Я надеюсь, что люди поймут, что копить на старость надо, и копить есть где, и этим институтам, пенсионным фондам, банкам, страховым компаниям уже можно начинать доверять, и можно и нужно. К сожалению, пенсионные продукты, они серьезно по структуре гораздо сложнее их структурировать, нежели продукты, например, краткосрочные, страховые, депозитные, банковские. Так как мы не можем один и тот же продукт продавать людям разного возраста. То есть, грубо говоря, примерно группа продуктов для лиц предпенсионного возраста, она серьезно отличается от группы продуктов для молодежи возраста до 35 лет. Ну, это понятно почему. Результатом любого нашего продукта является пенсия. И возможности по менее активному сбережению существуют только у молодежи. Если человек предпенсионного возраста, то там нужно, конечно, либо достаточно солидные средства единовременно вложить в пенсионный фонд, в пенсионный план, либо накапливать средства достаточно интенсивно, большими порциями. Вот по нашим расчетам, если, например, для 35-летнего мужчины приемлемая пенсия будет накоплена в случае вложений в порядка 3-4% ежемесячного дохода, то для обеспечения приличной дополнительной пенсии вот уже 50-летнему мужчине нужно вкладывать гораздо больше, уже 10-15%. Редактор субтитров А.Семкин